Сегодня в редакцию телевизионного агентства Урала, что называется, пришло письмо. Пришло, как вы догадываетесь, не в конверте, не Печкин принес интернет. Распечатав его, мы обнаружили жалобу на то, что вот эти вот современные средства связи уж слишком близки и доступны стали. Вот прямо таки стучатся в окна. В буквальном смысле. Вот, например, возле дома номер 28 по улице Замятина в Екатеринбурге, где во дворе имеется и детский садик, и школа номер 112, в минувшую пятницу буквально за два дня взметнулась ввысь. Вот это вот красота, увенчанная антеннами. И вот такая тут у нас вышка монтируется. Смотрит она прям в окна к нам. Граждане, конечно же, легко опознали сооружение как вышку сотовой связи. И давай разбираться. Выяснилось, что у строителей нет разрешения на строительство. Говорят, даже в город администрации их заверили, что не давали разрешения на строительство этого объекта. В Москве непозволительно. Для того, чтобы построить такую вышку, требуется разрешение Роспотребнадзора, разрешение администрации города, разрешение Ростехнадзора. А у нас это можно сделать просто так. А вот тут, понимая всю обеспокоенность местных жителей, немалая часть которых уверенно пользуется не одним телефоном и планшетами, но склонна верить разным страшилкам, типа еда из микроволновки убивает быстрее пули, мы вынуждены поправить нашу зрительницу. Мы тут покопались насчет озвученных как бы необходимых разрешений и удивились, и вот вас сейчас удивим, действительно не требуется разрешения на строительство таких вот штуковин и землят. Вот им совсем не требуется соответственно, что в Москве, что в Екатеринбурге на Замятино. Вот если кто хочет лично убедиться, пожалуйста, ищите постановление правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года за номером 1300 об утверждении перечня видов объектов и так далее. А вот, например, цитата из аналогичного документа правительства Московской области. Получение разрешения на строительство не требуется, в том числе в случае строительства, реконструкции антенномачтовых сооружений связи, предназначенных для размещения средств подвижной радиотелефонной связи, как раз наш случай, и телерадиовещания с характеристиками. Высота до 45 метров и или технологическое заглубление подземной части полностью или частично ниже планировочной отметки земли до 4 метров. Конец цитаты. Ну а насчет шапочек из фольги. Наши санитарные нормы и правила гарантируют, что на расстоянии 45 метров от той самой антенны вы можете абсолютно без какого-либо вреда для здоровья прожить хоть всю свою жизнь. К тому же излучают эти антенны не вверх, не вниз, а строго в стороны. Но даже если антенна направлена прямо вот в ваше окно, то знайте, что обычное оконное стекло снижает уровень излучения в три раза. Ну а бетонная стена вашего дома в 32. А возвращаясь к этим нашим санитарным нормам и правилам, заметим, что они довольно-таки драконовские по отношению к сотовым операторам. Предельно допустимая плотность потока энергии на частотах сотовой связи в России 0,1 ватта на квадратный метр. А в большинстве стран Запада 10 ватт на тот же квадратный метр, то есть в 100 раз больше допускается. В общем, опасаться как бы нечего. Вспомним, в конце концов, сколько станций и антенн установлено прямо на крышах жилых домов. А впрочем, все эти рассказы про то, что домашний Wi-Fi роутер светит сильнее, чем вышка во дворе, вы можете просто проигнорировать. Написать коллективную жалобу. И тогда эти бедолаги со слезами на глазах эту свою халабуду разберут и увезут. Продолжение следует...